Приветствую вас! Очень желательно прояснить, какой у вас сейчас диагноз, что у вас сейчас по диагнозу, что у вас сейчас по лечению и какое, собственно, лечение вам рекомендовано. Потому что не только нужно медкомендозное лечение при заболевании, но еще и нужно, чтобы у вас было, чтобы у вас было психотерапевтическое лечение, то есть, чтобы вами занималась психотерапия, что-то первое. Значит, второе. Вы говорите, что ваша мама всегда хотела, чтобы вы были ее маменькой и маменькой дочкой, да, вот, чтобы не спали с парнями, но вы это сделали. А вот как вы сами воспринимаете данный аспект? Аспект то, что вы не можете, по ее мнению, спать с парнями. Как она восприняла то, что вы сделали? Как вы восприняли то, что вы сделали? Соответственно, если у вас был секс, если у вас есть уже сексуальный опыт, то, по идее, вам, ну, почему вы не воспользовались еще одной возможностью, когда у вас такая возможность для сексуальной близости была? То есть, судя по всему, тема секса, она у вас фигурирует, правда, непонятен ее контекст, если честно, потому что, ну, вот, как вы описываете это, не совсем ясно. Дальше, значит, вы хотите, вы хотите от мамы, значит, ласки, внимания и так далее, вы полностью не этот способ. Я вам скажу так, я вам скажу так, что это на самом деле миф и оправданно. Почему? Потому что, пишете вы грамотно, вот, вы можете, ну, как бы вы смогли зайти на сайт, да, смогли зарегистрироваться, могли написать, что ли. Значит, вы можете зарабатывать в интернете, по крайней мере, деньги. Вот. И, извините, конечно, но дело не в том, что вы не трудоспособны, а дело в том, что вы, вот, просто не очень хотите пытаться, вот. Такой момент, что легче вам сидеть на шее, да, вместе с мамой на вашу пенсию. Кстати, почему на вашу пенсию, а не на ее пенсию? Вот, это, наверное, точно такой очень важный вопрос. То есть, почему мама не работает, например. Вот. Это все достаточно важная история, которая требует своего выяснения, с одной стороны, и с другой стороны требует четкого определения границ ответственности за то, что происходит. Потому что, пока что, на данный момент, вы меня извините, но, это, жутко. Дальше, значит, мы с мамой сидим на моей пенсии. Вот именно, да, мы с мамой сидим на вашей пенсии. Она и я не работаем. Почему она не работает? Я приобретаю внимание, общение, обнимаю шоколадки. Вот, Виктория, вам это зачем? Почему у мамы это происходит? Если вы взрослая, большая, и за мамой не может вам это выдать. Что ваш врач говорит по этому поводу, лечащий врач? Нужно выйти. Может быть, у вас есть лишняя привязанность к маме, может быть, у вас есть слияние с мамой. Понятно, что вам нужно внимание, любви и так далее, но это все то, что вам нужно реализовывать самостоятельно. Учиться реализовывать самостоятельно, потому что, когда-нибудь, вашей мамой не станут. И что будет тогда? Очень большой вопрос. На самом деле. Вот. А вы сейчас уже взрослые, вы можете приспосабливаться к жизни сами. Да, это будет нелегко, да, это будет достаточно сложно, да, все так. Но, по крайней мере, по крайней мере, да, вы будете адаптированы и приспособлены. Поэтому, вот, это очень важно, очень важно, чтобы вы это, вот, сами для себя выявили. Чтобы вы сами озаботились, чтобы вы не уманно просили то, что вам нужно, а чтобы вы, именно, сами, сами думали над тем, как вам реализовать свои потребности. Тем более, что с мужчинами у вас уже опыт интимной близости был и, как бы, проблем с этим у вас особо быть не должно. Вот. То есть, вопрос, конечно, заключается в том, что это была за близость, как вы ее организовали, эту близость, чего вы ожидали от близости и так далее. Это уже, конечно, другая немного история. Другой уже, не другой уже немного момент. Вот. Но, совершенно очевидно, что исследовать это, как минимум, нужно. И так далее. Вот. А, значит, как завоевать внимание на любимой мамочке? Ну, вот, то, что вы ее называете, любимая мамочка, да, это, конечно, вот свидетельство. О механизме слияния, вы можете почитать об этом в интернете. Что такое механизм слияния. Вот. Я же могу сказать вам, что никак, потому что, внимание мамы, любовь мамы, она, безусловно. Все эти вещи, исходящие от родителей, они, безусловно, они либо есть, либо их нет. Вот. И, если, если, вот, у вашей мамы этого нет, да, ну, так вот вышло, что нет у нее этого. Не может, не может она вам этого дать. С этим ничего не поделать, и это нужно только принять. И самостоятельно реализовывать свои желания дальше. А так, можете сколько угодно требовать, но, чем больше требуетесь, тем меньше вам хочется этого давать. Потому что, никому не нравится, когда за него цепляется. А если мамы считают себя сердцем в этой ситуации, то, вообще, все еще более хуже обстоит, чем видится сейчас. Вот. То есть, на мой взгляд, основная ваша проблема в том, что вы считаете, что, вот, вы больны, да, и все. И, вы ничего не можете, вы ни на что не способны, вот. На мой взгляд, это ваша проблема. То есть, проблема позиции, именно, именно позиция жертвы. Здесь, наиболее проблематичным, проблематичным моментом является, на мой взгляд. Вот. Ну, это, это можно скорректировать, опять же, если у вас есть желание. Это можно скорректировать. Ну, и работу, при желании, опять же, тоже можно найти. Вот. Однакомьтесь в интернете с треугольником Карпмана. Вот. Я думаю, что, в качестве, так сказать, начального шага, этого будет вполне достаточно вам. Знакомиться с треугольником Карпмана. Там дальше уже будет более понятно, в каком направлении, собственно, двигаться вам нужно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.